Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей о событиях среды. И, кстати, последнего осеннего дня, 30 ноября, вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. Будет ли открыт в Хосте социальный центр для бывших Халка и наркозависимых? Этот вопрос стал одним из центральных на сессии городского собрания. Водители просят на каникулах пересесть на общественный транспорт, а на маршрут Сочи-Розо-Хотор вернутся отмененные ласточки. А вот вернуть автомобиль со спецстоянки станет проще в Сочи меняется порядок выдачи эвакуированного транспорта. Серое здание детсада окрасилось в сказочные цвета. Бюджета на это не хватило, поэтому провести ремонт решили шефы. Больше 20 тысяч кубанцев остались без света. Причина массовых аварийных отключений в распределительных сетях – сильный снегопад. Из-за непогоды аварийные отключения произошли сразу в нескольких районах – Северском, Денском, Тимашевском и Краснодаре. А в «Горячем ключе» из-за отсутствия электричества в некоторых сельских школах отменены занятия. Ситуацию взял под контроль губернатор Кубани. По поручению Вениамина Кондратьева временным энергоснабжением обеспечены все социально значимые объекты. Ведется постоянный мониторинг обстановки. Бригады электрика восстанавливают подачу света в дома. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад в некоторых районах продлится до конца дня. Сегодня состоялась очередная сессия городского собрания Сочи. Кто теперь будет заниматься городскими дорогами? Зачем городу центр социальной профилактики в Хосте? И что такое зона коммерческой привлекательности? Эти и другие вопросы обсуждали народные избранники. О подробности знает Ольга Десятого. Начали сессию с вопроса об изменении в структуре городской администрации. Департамент транспорта и связи и мэрии решено преобразовать в департамент транспорта и дорожного хозяйства. То есть теперь эта структура будет заниматься и дорогами местного значения. Также будет создано абсолютно новое управление по профилактической работе с населением. Отдел по делам несовершеннолетних, который сейчас отдельно в структуре администрации присутствует, он будет входить в состав отдела управления по профилактической работе с населением. Также там предполагается в этой структуре управление создать отдел по профилактической работе с взрослым населением. Обсудили депутаты и такой вопрос, как передача в безвозмездное пользование заброшенного здания для социального центра профилактики. Его создание – это требование федерального законодательства для городов, которые принимают Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу. Депутаты приняли решение о передаче здания до конца нынешнего года, но с условием, что мнение жителей по организации работы центра будет учитываться. Это будут те люди, которые уже прошли лечение от алкоголизма, от наркомании, но однако они социально не адаптированы. В течение этого месяца наши комитеты уже были, совместно с общественной палатой нашего города Сочи, будет создана рабочая группа, которая будет изучать этот вопрос, который будет работать с населением, разъяснять, и уже по этим итогам мы будем принимать решение уже о более длительном предоставлении этого помещения для этой общественной организации. Также в ходе сессии был рассмотрен вопрос о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Было отмечено, коэффициент базовой доходности не повышался в городе больше 10 лет. И сегодня его решили не пересматривать. Найдено компромиссное решение – стимулировать предпринимателей переходить на патентную систему налогообложения. А для этого нужно сделать стоимость патента привлекательной, уверены депутаты. Цель – выровнять налоговую нагрузку, вывести предприятие, уклоняющееся от уплаты налогов из тени, и пополнить городскую казну. Посмотреть на объективность тех данных, которые были даны для обсчета финансового объема патента. А он, мы посмотрели, вызывает вопросы. Поэтому мы разработаем, выйдем в законодательные инициативы в край, потому что законодательное собрание Краснодарского края принимало цену общего патента, исходя из того, какие мы предоставили туда расчетные данные. А сейчас они изменились. Зону действия повышенного коэффициента депутаты решили расширить для ряда улиц, привлекательных с коммерческой точки зрения. В списке таких более 50. Таким образом, бюджет города получит в виде налогов дополнительно около 30 миллионов рублей. Серьезное ухудшение погоды ожидается и в Сочи. А на двигающемся циклоне предупредили синоптики. На курорт он принесет не только сильные дожди, но и низкие температуры. Это значит, что в предгорных районах выпадет снег. Непогоду в Сочи все службы должны встретить во всеоружии. А вот как идет эта подготовка, главе города доложили на еженедельном совещании. Завершившийся на прошлой неделе Международный туристический форум прошел успешно. И в том числе для принимающей стороны заключили эксперты. Большой интерес представители турфирм проявили к Сочи. Появились новые партнерские соглашения о развитии отрасли и продвижении внутреннего туризма в следующем году. Теперь, чтобы полностью соответствовать заявленным требованиям, необходимо решить ряд вопросов. Один из них – классификация гостиниц. 1600 средств размещения уже получили заслуженные звезды. Однако еще почти 400 пока уходят от процедуры. Через полгода эти средства размещения могут остаться за бортом большого бизнеса, подчеркнул Анатолий Пахомов. Город готовится принимать тысячи болельщиков Кубка Конфедерации. В свою очередь туристические компании должны будут подготовить пакетные предложения – билет на футбол плюс размещение. Естественно, о заселении в неклассифицированную гостиницу не может идти речи. Что касается Кубка Конфедерации, то прошедшая в Казани жеребьевка определила команды, которые приедут в будущем летом в Сочи. В рамках группы это 19.06.2017 года сыграет Австралия и Германия. Хорошая игра. Хорошая, зрелищная будет игра. 21.06. Новая Зеландия и Мексика. И 25.06. сыграет Германия и чемпион, который еще определится в Африке. Соответственно, плюс будет один полуфинал. Матчи будут интересны, а значит и гостей будет немало. Уже сейчас в администрации обсуждают дорожный вопрос. Не исключено, что придется ограничить въезд на курорт личного транспорта. Но если во время Олимпиады можно было безболезненно решить эту проблему, то Кубок Конфедерации будет проходить в разгар курортного сезона. А через Сочи на своих автомобилях в Абхазию едут тысячи отдыхающих. Как организовать движение, чтобы комфортно было и болельщикам, и отдыхающим, нужно решить уже в ближайшее время. Пока же вопрос куда более актуальный. Когда, наконец, по улице Православной в Адлере пустят движение. Оказалось, весь процесс погряз в формальностях. Что, вам это неинтересно, что стоит пробка с федеральной дороги? Интересно? Так занимайтесь 2 месяца, этот не может доделать 5%. Уже скоро, сегодня хоть доделайте эти 5%, завтра дождь пойдет. Анатолий Пахомов распорядился пустить движение по объездной дороге в Адлере в тестовом режиме. Сделают это сразу же, как только на улице Православной будут установлены дорожные знаки. Рабочее движение на дороге объезде Адлерского вокзала будет запущено не позднее 20 декабря. А вот готовность к непогоде в Сочи объявлена уже сегодня. Синоптики прогнозируют дождь, похолодание и снег в предгорных и горных районах. Все службы приведены в повышенную готовность. Как готовятся к зиме главы районов, Анатолий Пахомов заслушал доклады на планерке. Оказалось, что не все знают, кто и где будет расчищать муниципальные заснеженные дороги. Глава города подчеркнул, в случае срыва работ чиновники будут нести личную ответственность. Мне нужны договора и мне нужна схема четкая и понятная, что вот выпал снег, через три часа у тебя на улицу такую-то в центральном районе выходит такая-то техника по договору безвозмездному, оплаченному, любому. По Вардоне вот такая техника выходит, вот такая. И это должно лежать у меня. Неприятный сюрприз под Новый год может ждать и жители тех домов, где еще не заключили договора на обслуживание газового оборудования. Таких в Сочи осталось 44. Глава города подчеркнул, допустить ЧП, связанных со взрывом газа, нельзя. Ради этого даже придется пойти на крайние меры. Если у вас через 10 дней не появится договор о обслуживающей организации по газовому хозяйству, будет отключен газ. Понятно, да? И мы это сделаем. Заключать договор на обслуживание газового оборудования должны управляющие компании. Если дом частный, то сами собственники обязаны обратиться в Сочи Горгаз. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Есть вода, значит, должна быть и канализация. Чтобы участников не отключили от холодного водоснабжения на своем участке, им необходимо организовать работу канализации в соответствии со всеми нормами. Сегодня в рейд в село Барановка отправились представители сельской администрации и водоканала. Изначально в Сочи выявлено 13 391 неканализованный объект, осуществляющий сброс неочищенных стоков ливневки. В итоге все это попадало в море. В этом году во время второго этапа мониторинга в Лазаревском районе обнаружено еще 2612 объектов. Итого получилось чуть больше 16 тысяч, из которых приведено в порядок уже 12 тысяч. С оставшимися владельцами домов ежедневно ведется работа. Вот, например, дом, где есть выгребная яма, но нет договора с организацией, которая занимается ее обслуживанием. Вы подойдете в администрацию, да? Вас проинформируют. Давайте, потому что у меня уже и возраст такой, я так не запомню. Смотрите, это можно в срочном порядке заключать все. Условие одно – либо герметичная выгребная яма, либо лосы, также с сопровождением договора. Там, где есть возможность подключиться к центральной системе канализации, надо подключаться. В противном случае хозяин дома будет признан злостным нарушителем. Вот ситуация на улице Леселидзе. Труба с хозяйственными стоками попадает прямо в ливневку. Сотрудники водоканала ставят на нее заглушку. А представители администрации составляют административный протокол и вызывают на комиссии, которая определит сумму штрафа. Направлено уже больше 800 уведомлений. И, собственно, людей, которые еще пока не заключили, например, договора, у нас около 300. Это не значит, что все они являются нарушителями. Просто кто-то не успел еще оформить правильно бумаги. Но до каждого мы дойдем, каждого мы проверим. Все должны понимать, что больше нарушать закон в таком режиме, как мы загрязняем наши реки и моря, не получится. Работа по выявлению нарушителей федерального закона о водоснабжении и водоотведении будет продолжена. К новому летнему сезону, уверяют городские власти, тема неканализованных объектов будет закрыта. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Власти Сочи просят водителей пересесть на общественный транспорт в новогодние каникулы. Речь идет о поездке в горный кластер. Также для удобства водителей на трассе от Магри до Красной Поляны будут установлены 8 мобильных табло с информацией, например, об ограничении въезда на Красную Поляну в часы пик. С 28 декабря по 10 января будет увеличен подвижной состав на городских и пригородных маршрутах в сторону Красной Поляны. Интервал движения составит 5-7 минут, а на маршрут Сочи Роза-Хутор вернутся отмененные ранее ласточки. По многочисленным просьбам пассажиров о восстановлении ранее отмененных пригородных электропоездов по маршруту Сочи-Роза-Хутор-Сочи для обеспечения транспортной доступности горнолыжных курортов с 15 декабря они вернутся в расписание. Речь идет о поезде Роза-Хутор-Сочи отправлением в 10.00 и обратном в 17.29. Также появится поезд Адлер-Сочи отправлением в 7.48 и назад Сочи-Адлер отправлением в 19.20. Таким образом, по направлению в горный кластер добавилось два электропоезда, в том числе один вечерний, а транзит по маршруту Сочи-Адлер получил более равномерное распределение в течение суток, сообщает пресс-служба Кубань-Экспресс-Пригород. Вернуть эвакуированный автомобиль станет проще. В Сочи меняется порядок выдачи эвакуированного транспортного средства. Об изменениях и нововведениях информирует полк ДПС Сочи. Наряды полка ДПС, принимающие участие в эвакуации транспорта, дополнительно оснастят техническими средствами. Решение о нововведении принято управлением ГИБДД по Краснодарскому краю и руководством УВД по городу Сочи. Теперь эвакуированный автомобиль можно будет получить на специализированной охраняемой штрафстоянке после составления административного протокола за нарушение правил дорожного движения, проверки инспектором ДПС по базе данных на наличие задолженностей по административным правонарушениям и базе розыска. Посещение дежурной части полка ДПС города Сочи больше не требуется. По словам полицейских, все вышеперечисленные изменения о порядке выдачи транспортных средств предприняты для облегчения возврата автомобиля. Это нововведение стало приятным не только для автолюбителей, но и немного облегчило работу тех, кто следит за дорожной обстановкой. Ведь в обязанности каждого сотрудника ДПС и без того входит много нюансов. Казалось бы, в чем сложность стоять на улице и контролировать соблюдение правил. Но мы привыкли видеть работу инспекторов только из окна своего автомобиля. А вот с какими трудностями сотрудникам ДПС приходится регулярно сталкиваться и чем насыщенных рабочий день, узнала моя коллега Татьяна Говорова. Рабочий день инспекторов полка ДПС всегда начинается с построения. Развод личного состава может проводиться и в 5 часов утра, если идет литерное мероприятие. А Сочи – тот город, где события проходят буквально каждый день. Вот и нести службу полицейским приходится в любое время. В таком ритме вот уже 7 лет работают инспекторы Данил Матюха и Борис Казус. Получив вводную информацию, напарники заступают в наряд согласно маршруту патрулирования. Инспектор заступает на маршрут, он обследует маршрут своего патрулирования, выходит с дежурной связи с частью по радиостанции на связь, докладывает о погодных условиях, обстановке дорожной и находится на маршруте патрулирования, несет службу. Сегодня погодные условия особо не радовали. И в дождь, и в холод им нужно контролировать дорожную обстановку и безопасность движения, следуя всем правилам так называемой «Библии» сотрудника ДПС – 185-му приказу МВД России. Останавливая машину, инспектор представляется, просит показать документы. Все в порядке, водитель может ехать дальше. Но бывают и такие случаи. В случае неостановки транспортного средства, инспекторы бросаются в погоню и сразу передают всю информацию, свои координаты и госномер машины нарушителя. Семен, 177, Семен Константин, справа остановку. ВАЗ-2115, справа остановку. Останавливаемся справа. Водитель остановился после требований инспектора. Оказалось, не заметил жезла. Дождь сильный. Но с документами все в порядке. Трезвый и нарушения за водителем не числятся. Поэтому и завершилось все пожеланиями быть более внимательным на дороге. На этот раз все обошлось благополучно. А вообще случаи бывают разные. Угон автомобиля в розыске. Было задерживали, догоняли. Так были нарушители тоже, которые не останавливаются. Останавливайте. За любое нарушение они не останавливаются. Мы догоняем, останавливаем. О своих заслугах и множестве опасных ситуаций наши герои говорят скромно. Мол, не одни мы такие. Каждый, кто служит родине, готов рисковать всем. И жизнью, и временем семьей. Лейтенант Борис Казус – отец двух детей. Говорит, не всегда удается возвратиться домой вовремя. Нередко работаем и без выходных. У меня дочка каждый день спрашивает, например, папа, ты сегодня выходной или нет? И возмущается, почему ты не выходной? Это всем известно. То, что если ты на работе, то, ну, именно в органах внутренних дел, то ты уже на работе. У тебя нет своего какого-то личного времени лишнего. И если оно тебе выпадает, конечно, ты его очень сильно ценишь. И каждый момент, каждый день выходной, когда ты дома с семьёй, ты его стараешься провести непосредственно с семьёй, с максимальной поддачей для семьи, для своей. Разнообразие в ежедневную работу на посту, погоню за нарушителями и работу во время литерных мероприятий несколько раз в год вносит проверка на профпригодность. Инспекторы полка ДПС, так же, как и другие сотрудники полиции, проходят экзамен по теоретической и практической части своей службы. Сотрудник, когда сдаёт проверку на профпригодность, он должен сдать следующие этапы. Правовую подготовку, служебную подготовку, огневую подготовку и физическую подготовку. В физическую подготовку тоже входит упражнение на скорость, то есть это челночный бег, упражнение на силу. Бегать или поднимать гирю полицейские вправе выбирать сами, ведь в службе важно не только уметь догонять, но и удерживать нарушителя, а также обращаться с оружием. Два раза в месяц полицейские приходят в служебный тир, чтобы с расстояния 10 метров и за 10 секунд поразить цель. Судя по мишени, а это лист бумаги формата А4, от этих стрелков точно не уйти. Помимо инспектора в штате много и других специалистов, которые помогают раскрывать кражи автомобилей, скрывшихся с места происшествия водителей, занимаются материалами по ДТП и так далее. Сочинское подразделение ГИБДД – одно из самых больших в стране. В полку ДПС свыше 700 человек, и каждый скажет – носить форму сотрудника полиции не только престижно, но и ответственно. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сотрудники сочинской полиции побывали на хоккейном матче вместе с трудными подростками. Это очередная экскурсия, организованная правоохранителями для ребят, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних УВД по городу Сочи. Ребята смогли не только посмотреть за спортивными сражениями на льду, но и примерить спортивный инвентарь настоящих хоккеистов. При поддержке общественного совета при УВД по городу Сочи такие профилактические мероприятия для трудных подростков проходят на постоянной основе. Встреча с подопечными вне стен, отдела полиции – уже традиция. В этом году для ребят была организована и прогулка по Сочи парку, и олимпийским объектам. Но на этот раз юные гости Ледового дворца Большой окунулись в атмосферу настоящего спортивного праздника. Целью данного мероприятия является то, чтобы привить детям желание заниматься спортом, стать на путь исправления и в дальнейшем стать законопослушными гражданами Российской Федерации. С 28 ноября по 4 декабря во всех поликлиниках Сочи каждый желающий может совершенно анонимно и бесплатно пройти тест на ВИЧ. Кроме этого, 1 декабря в Сочинском госуниверситете пройдет профилактическая акция «Нет, СПИДу, наркотикам, курению». Все желающие смогут пройти такое же анонимное и бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию в специальной передвижной лаборатории. Акцию проводит администрация города в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. И к другим новостям. Серое здание детского сада номер 79 окрасилось в сказочные цвета два месяца назад. О том, что здесь будет ремонт, коллектив учреждения сообщил глава города. Муниципального и краевого бюджетов на решение всех проблем в сфере образования просто не хватает. Поэтому провести ремонт предложили шефам детского сада. Уют в группе педагоги и родители стараются создавать своими руками. И все-таки основа комфорта зависит от стен. Ремонт сделали в прошлом году. Поддерживать здание в надлежащем состоянии коллектив привык. Но решить вопрос с фасадом раньше не было возможным. Сегодня внешний вид учреждения полностью изменился. Родители очень благодарны, очень благодарны то, что сделано для их детей. И дети счастливы. Дети просто бегут. Они и раньше бежали, но сейчас, когда смотришь такую красоту, конечно, хочется хоть каждый день здесь пребывать. Отправной точкой масштабного ремонта стал визит главы города Анатолия Пахомова. Тогда мэр обратил внимание на внешний вид здания и пообещал найти возможность для проведения ремонта. За дело взялись шефы. Минплита, утеплитель и декоративная отделка короедом. Ну и покраску, которую хотели видеть заведующие детским садом. Мы постарались максимально сделать так, как бы они хотели, по их просьбе. Ремонт вели два месяца. Кроме фасада появились новые окна и надежная кровля. Теперь детский сад стал похож на сказочный теремок. Параллельно с этим строительные работы в настоящее время идут еще в трех детских садах. И все под патронажем шефов. Новые объекты возводят на бюджетные средства, а помогать содержать уже имеющийся приходит социально ответственный бизнес. В 110 детском саду, в детском саду номер 40, начинаются работы в детском саду номер 34. Очень надеемся, что такая положительная, позитивная практика сотрудничества будет продолжаться. А автор этой практики Анатолий Николаевич Пахомов. Пока строители преображали фасад, родители взялись за уборку и украшение территории. Ярко оформленные кломбы и дорожки дополнили общую картину праздника. Елена Всецкая, телекомпания ФКТ. На сегодня все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки стен, напольные покрытия, мебель, климатическое оборудование и многое другое. Ну а все новости уже на нашем сайте – fkt.com. В студии была Инга Габейша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.